Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Рассматриваем жития святых во свете Библии. Смотрите открытым оком. Вопрос 1928. Примерно на кого вы хотели быть похожи при смерти? Ответ. Нет ничего лучше, как мирно и безболезненно отойти, но главное и не в этом, на что получить обещанное, быть со Христом. 2 Тимофея 4,8. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь и праведный Судья в день Оны. И не только мне, но и всем возлюбившим явления Его. 2 Петра 1,15. Буду же стараться, чтобы вы после моего отшествия всегда приводили это на память. Аверки 22 октября. После всего Аверки собрал всю свою паству и, возвестив, что скоро окончится жизнь его, стал по обычаю получать всех, умоляя слушателей своих, чтобы они всегда были непоколебимы в вере, не отчаивались в надежде и не лицемерно любили друг друга. Затем, приготовив себе гроб и подав всем в последний раз свое пастырское благословение, он предал Господу святую свою душу. Вопрос 1929. Какое у вас хобби? И молодому человеку можете посоветовать, что избрать? Ответ. Это потребность души. Представьте, что этот вопрос задали апостолу Павлу. Что бы он ответил? Филиппийцам 1,21. Ибо для меня жизнь Христос, и смерть приобретение. Филиппийцам 3,8. Да и все почитаю за ссор, считаю ради, ради превосходства, познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. 1 Коринфянам 2,2. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого. Перечитайте эти слова Павла и догадайтесь о его любимом занятии в свободное время. Мне нравится конспектировать книги, лазить на голубятник своим голубям, съездить на малину в лес по ягодам, гальянов половить удочки, писать стихи, ждать из гостей тех, кого отправили в дальний путь, как бы миссионерами. Но это только во время перерыва между работой, на полчаса и того меньше. У меня ежедневно около 14-15 часов приходится на печатную машинку или теперь на компьютер, без выходных. Это и есть мое хобби – дарить людям свои знания и откровения, чем меня Бог наградил. Вопрос 1930-й. Когда считаешь творение святого Иоанна Златоуста и его высказывания против несправедливости тогдашних правителей, то вовсе уж не получается, что он был кротким и молчаливым и не давал сдачи. Почему же тогда он святой? Ответ. От ложного понимания кротости и скромности монахи подрисовали такой образ к тени своей, что нужно только молчать и с любой ложью беспрекословно соглашаться, и только бы сучки и бревна не растормошить. Эти лесопильные заводы сегодня в каждой епархии. Не трожь, не суди, за собой смотри. А сами такое наворачивать, что хоть святых выноси из епархии. Крещение не свершают по канонам, а только бы прибыль была в денежном выражении. Я говорю о том, что вижу. И когда говорят священники, никого не судите, смысл один, не трожьте нас. А так судят они сплошь и рядом, вдоль и поперек всех. Галатам 2.11. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. То есть не стал его прикрывать и замазывать. Ефесянам 5.11. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Почему открыто ни один епископ не обличает патриарха или правителя страны? Что не в чем? Афанасий Александрийский. 18 января. Я вот еще раз хочу сказать. В политику никогда не вмешиваюсь, но у меня есть свое мнение. Вот сейчас спрашивают, а как вы по Крыму? Да Крым изначально был русским. Он никогда не принадлежал никому. Это русская территория. Но Хрущев ее отмахнул, подарил. И поэтому подарки назад не возвращаются. Да, несправедливо, не посоветовался с народом, не с тем, кто живет там. Там делать-то нечего. В Крыму-то они живут за счет только... Приезжают, которые отдыхают летом три месяца. И поэтому говорить, что поступили правильно, они заранее провозносили независимость, референдум, это их дело. Но подарки не отнимаются. Вот в чем дело. Но если референдум решили, решили, что правильно, значит, смотрите, мне разве если нет, я там не живу и жить никогда не буду. Но и трубить во все трубы, что правильно поступили, это я никогда не скажу. И неправильно не поступили, не скажу. Почему? Мое дело молиться. Я молюсь за Януковича, Виктора. За Юлию молюсь. За Арсения молюсь. За Александра, кто у них временно исполняющий обязанности президента. Молюсь за Путина, Медведева и за всех правителей за Обаму. Чтобы Бог вразумил и дал страх. Афанасий Александрийский. 18 января. Афанасий не натя совершаемой несправедливости, не умолкай, восклицал. Угасла правда, попрана истина. Погибло правосудие, исчезло у судей законное расследование и осторожное рассмотрение дел. Разве законно, чтобы желающий оправдаться содержался в узах? А суд всегда всего дела был бы поручен клеветникам и врагам, и чтобы сами оговорщики судили того, на кого клевещут. Вопрос 1931. Если ложь любая от дьявола, то почему ею пользовались святые? Ответ. Так были они научены так теми, кто был еще святее их, и был их учителем. Учились не от Бога и слова его, а друг от друга. И целью было не исполнить точно и во всем волю Божью-то, а волю настоятеля. Главное было стать иноком. А далее все ниже того. Монашество – вот целью прихода Христа на землю, и всего мироздания, всего творения. Такое создается впечатление при чтении жития святых. Главное – целомудрие, бессердевство. Постричься, удостоиться быть иноком и сохраниться в монастыре или в норе от развращающего мира. Само основание монашества построено на лжи, потому что так сумели оскопить слова Христа о благовестии миру. Матфея 10, 16. Вот я посылаю вас, как овец, среди волков. Лука 10, 3. Идите, я посылаю вас, как канцов, среди волков. Епифаний 12 мая. Зачем пришел сюда, сын мой? Спросил Полуя святой. Последний отвечал. Пришел посетить вашу святость. Ты, чадо, пришел, возразил ему прозорис. Соглядать мое ничтожество, здесь ли я? Не утаивай от меня приказанного тебе, ибо грех говорить ложь. Скажи истину, потому что Бог посреди нас. Будь действительно служителем истины. Аполлинария 5 января. Ей явился во сне ангел и повелел идти в скит и именовать себя Дорофеем. Какой ангел, лучше-то лжи. Им тут чего догадываться-то? Старец, приведя ее в скит, отвел ей келью, не зная о том, что она женщина, и считая ее скобцом. Бог не открыл ему этой тайны, для того, чтобы впоследствии все получили от того большую пользу и для славы своего святого имени. Наобслужа Макаре, как ее зовут, она отвечала, имя мое Дорофей. Слыша о пребывающих здесь святых отцах, я пришел сюда пожить с ними, если только окажусь этого достойным. То есть, ложь сплошная. И этому ангел научает, как цыган, воровать. Ифрасия, дева, 19 января. После мучения святую Ифрасию отдали для осквернения одному варвару, который, взяв ее, привел в свой дом. Святая непрестанно молилась при чистом жениху своему, Христу Господу, дабы он сохранил ее невредимое. И вот, когда несчастливый варвар привел святую в спальную комнату, Ифрасия стала просить его, чтобы он подождал недолгое время, обещая дать ему некоторое чудодейственное растение. Если ты всегда будешь носить при себе это растение, говорила она, то никакое неприятельское оружие не коснется тебя. Святая говорила так, представляя себя как бы волшебницей. Но варвар сказал ей, ты после дашь мне это растение. Мудрая дева отвечала, растение это не может быть взято руками женщины, но только непричастное браку дева может взять его. Если оно будет взято не девой, то оно не будет иметь никакой силы. Тогда варвар согласился не трогать Ифрасии, пока она не сорвет ему названное растение. Придя в сад и найдя там какое-то растение, святая набрала его и показала варвару. Последний спросил ее, как я узнаю, правда ли то, что ты говоришь мне. В ответ на это святая Ифрасия положила сорванное растение на свою шею и сказала, возьми острый меч, замахнись обеими руками и ударь меня по шее, насколько можешь сильно, и ты увидишь, что твой меч нисколько не повредит мне. Варвар, поверив словам святой, взял меч и замахнувшись, весьма сильно ударил и отсек честную главу святой Ифрасии, и она упала мертвую. Увидав, что он осмеян святой, варвар стал скрижетать своими зубами. Мудрая же дева отошла неоскверненной к своему жениху, Христу, оставив нам образец сохранения целомудрия, ибо она предпочла лучше умереть, чем погубить свое девство. Почему не говорит Даша? Она предпочла умереть с ложью, чем без лжи. Всякая ложь от дьявола. Евангелие от Иоанна 8,8-44. Всякая неправда есть грех. Первое послание Иоанна. Всякая неправда. Пожалуйста. Вопрос 1932. Жизнь – это борьба, говорил Маркс. Но борьба должна быть по-честному. Политика – дело грязное. Но в житиях, считаешь, и там, оказывается, сплошь и рядом прибегали к нечестным приемам, чтобы только свалить конкурента и оппонента. Согласны с этим? Ответ – не согласен. То есть признаю, что это было с каждой стороны. Но так не должно быть. Нам не одна победа нужна на всех, и мы за ценой постоим, потому что с ложью является и дьявол, и цена будет гибель души лжица. Да сохранит Бог нас от неискрости и лжи. Притча 12.22. Мерзость пред Господом устала живая. И говорящий истинно благоразумно ему, благоугодно ему. Откровение 27.27. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи. А только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. 1 Иоанна 15.17. Всякая неправда есть грех. Афанасий Александрийский. 18 января. Чернь, недовольная Афанасия, могла произвести бунт. И во время его, как надеялись враждебной Афанасию, епископа, убить святого мужа. Как могу я это сделать? Остановить промоз пшеницы. Водолжал Афанасий на новую клевету. Я человек частный и бедный. Есений Некомедийский отвечал. Нет, Афанасий человек сильный, богатый. Его на все достанет. Когда допрашивали свидетели, по-моему, на меня комсомольская правда. Не комсомольская правда, а московский комсомолец на Алтае. Ну, эту статью поганую, рисунок изобразили дьявола, черта, с плетью в руках, с оковами и вверху общины Игнатия Лапкина. Ну, я подал в суд, и суд полностью разгромил все, их опубликовать опровержение и заплатить. Заплагодарил деловую репутацию оскорбления личности. И вот один из них говорит, вот Игнатий там был, и он рано утром моих детей поднимал. Он не говорит, что эти дети вышли пасти коров. И был десятый час. И они, чтобы уснуть, бросили стадо, вернулись домой и легли спать, когда солнце светило одиннадцатый час. Ну, правда, я пришел, вы же пасете, ребята, как же так, бросили гурт коров-телят и пришли спать. Но он-то этого не говорит. Дальше еще говорят. А вот он такое сделал. А чисто показывает одни эти, судья говорит, да как он мог лапкин быть, вы показываете там. Вот это в Барнауле было, а вот это было в другом городе даже. Это все в один день он везде так делал-то. А вы не знаете, госпожа, судья там, господин судья, а он вездесущий. Он вездесущий. Но до того смешно было считать. Они наградили меня качествами, которые присущи только Богу. Даже дьявол не может в двух местах одновременно быть. А он вездесущий. Это верующие, которые со одной чашей причащались. Александр Невский, 30 августа. Святой и благоверный великий князь Александр Ярославович родился в 1219 году. В городе Переславле. Наряду с книжным обучением в княжеской и древнерусской семье много внимания обращалось и на воспитание физическое. На развитие силы и ловкости, умения владеть мечом и копьем, ездить на коне и тому подобное. Так как князь должен был быть опытным не только в подвигах духовных, но и в подвигах ратных. Должен был быть не только воином Христовым, но и воином земным. Уметь защитить святую церковь и силой слова, и когда это требовалось, силой меча. И благоверный князь Александр Непобедимый Витязь, как называли его современники, в совершенстве усвоил эту сторону княжеского воспитания. И для своих соратников был не только руководителем, но и образцом ратной доблести. Рано начинали подготовлять юных князей, их предстоявшей им правительственной деятельности. Это все из жития берем. Вот говорят, он с детства возлюбил молитву. Ну зачем лгать-то? С детства возлюбил там длинное моление. Он возлюбил коня, возлюбил Родину. Это был патриот. Ну не надо теперь на ворот это эти делать-то. И вот Александр Невский. А вы что, его не почитаете? Я понятия не имею. А кто это такой? Ну как кто-то? А Родину защищал. Ну и что? Я почитаю святых, а не кто Родину защищал. Родину защищал и Александр Матросов. Да мало ли их было. Зоя Космодемьянская и Гастелло. И что, их в списке святых держать? Но Александра Таневского церковь канонизировала. Церковь его не канонизировала. Церковь канонизировала Алексея. То есть когда он принял схему. Этого я знаю. Вот действительно так. То есть надо смотреть, когда. Мы же Савла не чтим, а чтим Павла. Вопрос 1933. Жестокость духовных встречалась в средние века. Когда это замечено было? Впервые. Ответ. В этом не было недостатков никогда. Просто мало сохранилось свидетельств о тех временах. Второй царь 1231. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы. Под железные молотилки. Под железные топоры. И бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим. Деяние 14.19. Когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря. А они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Иоанн Златоуст, 13 ноября. Не найдя их, братьев долгих, ибо они укрылись в одном глубоком рве, он приказал воинам, это патриарх Феофил Александрийский, напасть на всех чернорисов, изжечь их жилища и разграбить все их скудное имущество, одежду и пищу. Пьяные солдаты, которых наняли, устремившись по всем местам и пещерам, умертвили, задушив в дыме и огне до 10 тысяч святых постников в 10 день июля месяца, когда в Святой Церкви совершается память их. А остальные иноки разбежались, скрываясь где кто мог. После этого Феофил удалился в Александрию. Это патриарх православный, его нигде не осудили, о нем даже решение не вынесено. Патриарх православный, и он свергнет Иоанна Златоустом. Он не был еретиком, он просто зверь. Зверь православный. Это Сталин православный, как Иосиф Володский. Арсений Великий, 8 мая. Арсений много плакал об упустошении скита, говоря, Рим погубил мир. Иноки же погубили скит. Пафнутий Боровской, 1 мая. По предсказанию преподобного Пафнутия, вскоре после его кончины, в монастыре пошли несогласия, пререкания. И новый игумен преподобный Иосиф в 1477 году или 1478 тайно оставил Боровскую обитель. То есть это было всегда, только никто не знает. Ну, по житиям мы это находим. Вопрос 1934. Люди привыкли, что всякое слово, исходящее из уст чернорисов, истинно. Но где мы можем найти доказательства их истинности или двух-трех свидетелей, как учит Священное Писание? Ответ. У ветхозаветных мужей было уважение к потомкам. Они оставляли на память камни со дня Иордана, ману сосуды, чтобы показать внукам и верующим. Иисус Новин 4, 3, 6, 7. И дайте им повеление и скажите, возьмите себя отсюда из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, двенадцать камней, и перенесите их с собой, чтобы они были у вас лежащим всегда знамением. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни, вы скажите им, в память того, что вода Иордана разделилась перед ковчегом Завета Господа всей земли, когда он переходил через Иордан. Тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут у вас для сыновых израильных памятником навек. Исход 16, 33. И сказал Моисей Аарону, возьми один сосуд золотой и положи в него полный гамор манны и поставь его перед Господом для хранения в роды ваши. Но монахи пошли иным путем. Народ верил, что монахи более близки Богу, и потому проверять ничего не надо. Если они написали сами о своих товарищах, что тем было явление ангела, слышалось благоухание или нашел он подвижника в пустыне, то заканчивается всегда исчезновением этого чуда. Умершие, заваленные им камнями в пещере, если у Ануфрия были пальмы, то по смерти его мгновенно ручей пересох, пальмы и сторли, и следа нет. Даже дощечек Пахомия, на которых якобы ему ангел дал устав его монастыря, их тоже нет, как у Джозеба Смита, основателя мормонтской веры. А если это человек, который мог бы подтвердить истинность своего пребывания в раю, то про него только пишут иные. И кто пишет, тоже сокрыто. А где же этот свидетель? Его нет. Крайнее неуважение к слушателям. Сегодня ни в одной газете такой материал не прошел бы, кроме как в епархиальных мурзилках. Нигде не пропечатали бы столь непосказуемый и недостоверный материал. Писание нас предупреждает, чтобы мы не доверялись людям, если их слова не подтверждаются Писанием. У простолюдинов священного Писания на руках много ли было? Почему же не было заботы у Папы Патриарха, чтобы на родном языке у каждого народа было Евангелие? Чтобы не с чем было сравнивать, но чтобы брали все на веру, что прорекут монахи? Вот для этого не давали им Библию? Я понимаю, что только так. И в России на 11 сентября многие признатности своего рода не имеют никаких добродетелей и посему впадают в глубину ада. Напротив, нередко люди простого происхождения при своем благодетельном смирении возносятся в рай Божий. По окончанию утренней Иерей собрал братьев и показав ей три райских яблока, подробно рассказал то, что видел. Тогда все ощутили от тех яблок неизреченное благоухание и радость духовную и в умилении дивились тому, о чем поведал Иерей. Они пошли в поварню к Ефросину, дабы поклониться рабу Божию, но уже не нашли его. Ибо он вышел из церкви и скрылся, избегая славы человеческой, и никак не могли найти его. А куда именно он сокрылся, об этом нет нужды много допытываться. Ибо если для него был открыт рай, то куда же он мог скрыться. Яблоки те братья разделили между собой и раздавали многим на благословение, в особенности же для исцеления, ибо больные, вкушавшие от них, исцелялись от всякой болезни. Паисий Великий, 19 июня. Невидимый же враг, завидуя всегда всем добрым людям и умея изобретать для рабов Христовых различные многоразные ухищрения, многообразные, простер свое коварство и носил двух иноков и задумал так их обольстить. У одного из пустынных отшельников, который еще не был совершен в иноческом нестяжании, украдено было его убогое келейное имение. Отшельник этот, еще будучи малодушим, потому украденные вещи, жалея, стал искать укравшего, но не нашел его. Услышав же об одном прозорливом старце и надеясь, что тот поможет открыть ему украденное и укравшего, он отправился к нему. Преподобному Паисию не посмел идти, боясь, как бы тот не стал укорять его в любостяжании. Придя к тому прозорливцу, инок стал просить его, чтобы он сказал ему, где находится украденное и кто именно украл. Но остались, не будучи, на самом деле просвещен благодатью Божией в прозорливости. Но, провидя все силы и бесовскую, по научению злого беса, договорил тех двух иноков, которые недавно поселились в пустыне. Вот эти иноки, сказал прозорливец, совершили по кражу, взяв их безмолвников, не отпускай их, пока они не отдадут тебе всего. Услышав это, отшельник точно же с поспешностью отправился в лавру той пустыни. Придя к игумену и выпросив у него сильную стражу, он пошел далее и как бы нечаянно напал на тех безмолвствующих двух иноков. Он схватил их как злодеев и с побоями влача их привел в лавру. Здесь они с бесчестьем заключены были в темницу. Игумен же вместе со старцами, поверив тому прозорливцу, осудил тех иноков как воров к лишению иноческого чина и стал пытать их побоями об украденных вещах. Преподобный же Паисий прозорливо узнав по благодати Божией обо всем совершавшемся и жалея тех двух братьев, которые в это время неповинно так страдали, восстав отправился из кельи своей в ту лавру. Об его приходе повсюду точно же было известно, так как среди пустыножителей не было имени более славного, как имя Паисия, который везде прославлялся за свою богоугодную жизнь. Для приветствия его собрались и братья из окрестных монастырей и отшельнических келей, сошлись к нему даже и старцы. Пришел, между прочим, и тот старец, который по бесовскому обольщению выдавал себя за прозорливость. И когда все отцы и братья воздавали святому любезно о Христе целование, великий отец наш Паисий спросил их, куда вы удалили двух юных иноков, пустыножителей? Братья молчали. Потом некоторые из них, отвечая, сказали, отче, они воры и за дурные дела свои теперь затворены в темнице. Святой на это сказал им. Кто сказал про них, что они воры? Тогда братья, указывая на прозорливого старца, отвечали, вот этот прозорливый отец указал на них, как на воров. Тогда Паисий великий, вопросив того старца, правда ли то, что ты сказал про них? Он же ответил, сказано, иное истина. Это открыто мне было от Бога. После этого Святой Паисий сказал, если бы это твое прозорливство было от Бога, а не от бесовского прещения, то на твоих устах не было бы видно дьявола. Слушай, это все были объяты страхом, и во всем ясно было, что слова, исходящие из уст Паисия, истины. И все стали укорять обольщенного того прозорливства и понуждали упросить прощения у преподобного. И он, объятый стыдом, припал к честным ногам святого прозорливого произнеса, Отец, прости меня и помолись обо мне прещенном. Лишь только святой сотворил молитву за него, как на глазах у всех из уст прещена вышел тщеславный лживый бес и превратился в большого дикого в вепря кабана. С великой яростью устремился на преподобного, желая как бы растерзать его зубами своими. Но блаженный отец закляв нечистого духа послал его в пропасть. А старец тот, который прежде был обольщен дьяволом, ощутил и даже глазами увидел исходящую из него бесовскую силу прещения. Исполнившись великого ужаса и трепета, он пал на землю, валяясь у ног поисия и со слезами молил получить от него совершенное прощение. Так же и прочие братья, которые, предавшись обольщению, оскорбили неповинных. Все они, припавши к святому, просили у него прощения и вывели из затвора тех двух иноков и все, смотря на них, с умилением плакали, а обидевшие их просили у них молитву. Преподобный же поисий поучал всех с осторожностью избегать подобных вражеских прещений и не верить лжепророчеству тех, которые стараются казаться святыми и прозорливыми. А лаврскому игумену наедине он указал, где положены украденные вещи, обукрадившем ничего не сказал. Потом, преподав всем прощение, сотворив за всех молитву, он возвратился в свою келью. Библия переполнена увещанием прислушаться к тому, что в ней написано, ибо она есть истинное слово Божие. Слова. Так говорит Господь. Встречается в Библии 476 раз и как будто не слышали. А как говорит? Открой, посмотри. Говорит Господь Бог 243 раза. Господь Саваоф говорит 95 раз. Говорю тебе 33 раза. Говорю вам 134 раза. Еще я сговорил мне, говорил народу. Итого более тысячи раз Господь обращается к нашей душе, чтобы мы верили не через посредников, не через сомнительные книжки, а прямо к нему обращались. Прямо через Библию. Ибо только вне Его вечное Слово оставлено смертным. И нам этого недостаточно, чтобы поверить говорящему и подтвердившему свои слова на страницах Вечной Библии. Нам этого настолько недостаточно, что мы ищем еще голоса в пустынях, прислушиваемся, что этим пустынникам скажет некий голос, скажет явно вопреки священного Писания. Да умели мы. И какую веру и в кого тогда мы исповедуем. Какой смелостью, настырностью и нахрапенностью обладают защитники пустынной монастырской жизни. А любящие Бога и любящие Его вечное Слово так боязливы, так нерешительны противостоять этим неверам, чтобы как их не обвинили в неправославии. Такое стало возможно только тогда, когда душа не полюбила Бога, не полюбила Его Святое Слово. Когда считаешь Библию, она умудрит тебя и сделает смелым против всех ухищрений дьявола. Псалом 118, 90, 100. Как люблю я закон твой, весь день размышляя о нем. Заповедью твоей ты содел меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих, я сведуешь боли старцев, ибо повеления твоей храню. Вопрос славы Иисусу Христу. Аминь. Продолжение следует...